Тематические сессии, выставочные и культурные мероприятия Форума регионов России и Беларуси объединила тема межрегиональной кооперации. Делегацию Ульяновской области возглавил губернатор Алексей Русских. За два дня он успел провести переговоры с руководителями предприятий и председателями городских исполкомов. Стороны, напомним, работают в рамках договоренностей, которые были достигнуты после встречи Алексея Русских с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. У нас ведется большая работа и взаимодействие в принципе между промышленными крупными предприятиями Республики и автомобильным кластером Ульяновской области. Проведено несколько закупочных сессий. Мы постоянно на связи и в контакте с такими крупнейшими предприятиями, как МАЗ, БелАЗ, Белкоммунмаш, Гомсельмаш и другие. Во второй день работы форума Алексей Русских встретился с председателем Гомельского облсполкома Иваном Крупко. В планах сторон организовать промышленные туры для предприятий. Тем более, что потенциал по кооперации уже есть. С прошлого года Ульяновский МИДАУС поставляет для Гомсельмаша датчики давления. Ульяновская Искра и Белорусский Интеграл наладят сотрудничество в сфере микроэлектроники. В сентябре у нас экономический фонд. Мы были 19-20 сентября. Мы вас приглашаем. Давайте создадим время. Есть еще рабочую руку. Более раскроем потенциал каждого, где мы можем найти точки сопровождения. Не просто, чтобы побыть на форуме, посетить предприятие. Также провели переговоры с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Суботиным. Ульяновск и Витебск заинтересованы в организации совместных турмаршрутов и увеличении пассажиропотока. В том числе, речь шла о лечении пациентов в Федеральном центре медицинской радиологии в Димитровграде. У нас тоже считается одна из сильнейших в мире онкогематологий, гематологических школ научных. И разрабатывается новый метод лечения. Здесь 100% будут и ребята между собой общаться, и может какой-то новый проект выставить полезный нашим дом стран. Также Алексей Русских провел переговоры с руководством Минского завода гражданской авиации номер 407. Площадка включена в производственные цепочки ульяновских предприятий.